Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами очередной мукпанк. Я приготовила котлетки и приготовила их немножко необычно. Сейчас вам расскажу. В общем, к фаршу я всегда добавляю немножко хлеба. Получается реально очень вкусно. Их можно кушать без хлеба. Они получаются достаточно сытными, безумно просто вкусными. И я даже в этот раз не попробовала. Также у нас здесь с вами сосисочки. Я беру всегда самые дорогие, самые вкусные. Здесь у нас в качестве напитка в этот раз не кола, не фанта, а самый обычный айран. Его я просто обожаю. И летом это прям, мне кажется, самый топ. Небольшой кусочек лимона. И мы будем поливать этот салат. Кстати, рецепт и на салат, и на котлетки я вам обязательно оставлю внизу в описании под видео. Потому что на нашем кулинарном канале Айкуки это... Рецепт на салат и на котлетки есть у нас на нашем кулинарном канале Айкук. Рецепт я вам обязательно оставлю внизу. Если я забуду, обязательно напомните мне. Салат у нас здесь с овощами. Очень вкусный. И внутри здесь курица. То есть он не просто овощной. Давайте этот браслет я сниму, а то от него будет шумно. А на видео почему-то кажется, что у меня волосы какие-то грязные. На самом деле нет. Я просто только что помыла голову, и они у меня немножко влажные. Я еще не выкладывала видео. Будем макать соевый соус. Потому что я очень люблю куда-то макать. Я помню, когда мы с подругой были в Грузии, мы ходили в один и тот же ресторан. Никакие бы блюда мы не заказывали, вечно к блюду просили что-то, куда можно макнуть, и независимо от блюда. Уже в конце мы настолько всех задрали с этим, а куда макнуть. И они такие... Это очень вкусные аджарские мегрули. Зачем их вообще куда-то макать? Они и так, и так очень вкусные. А мы такие сидим, можно еще что-то куда макнуть. Какой полезный салат. Мама просто столько приготовила. Это завтрак, обед и ужин. Мы будем кушать этот салат. Сегодня я сейчас покушаю и выхожу. Я, наконец-то, иду на губы. Чуть-чуть хочу добавить. Уже, наверное, где-то два года. Как я не делала губы. То есть, в последнее время я делаю все реже и реже, но сейчас я замечаю, что абсолютно не осталось объема. Сейчас, наверное, мне будут писать в комментариях, да не делай, и так все хорошо. Вообще, заметила, что в последнее время люди стали все меньше делать вот эти все процедуры, манипуляции, потому что, когда выводишь очень много геля именно в лицо, то лицо отекает и все остальное. Люди видят эти последствия. Ну, если так брать, в общем, я реально не так много всего с собой сделала за этот период. То есть, я ни разу не вводила гель в лицо. Смотрела одного блогера и сделали Барби лоб. То есть, ей ввели просто огромное количество геля в лоб. Типа эффект Барби. Мне интересно со временем, что произойдет с ее лбом. Я считаю, что если делать эти процедуры без фанатизма знать меру, ничего плохого не произойдет. А даже наоборот. Будете чувствовать себя гораздо увереннее, лучше. Меня раздражают люди, которые против каких-то манипуляций и постоянно это внушают людям. каждый человек сам разберется, что ему нужно, что ему не нужно. например, мне часто пишут, когда видят меня без макияжа, что у меня нет половины брови. Это на самом деле так. Просто дело в том, что сделав один раз перманент, я поняла, что эту процедуру каждый раз повторять я не хочу. Зачем мне делать перманент бровей, если я каждое утро буду дорисовывать себе брови, к примеру. Смысл тогда этой процедуры лучше уж я так и буду дорисовывать себе брови. без макияжа, конечно, это смотрится не очень. Не знаю, вот я с бровями с удовольствием сделала пересадку волос там, где волос нету, а именно на кончике. просто перманент это конкретно не моя процедура. Еще, кстати, в комментариях одна девушка интересовалась, было ли у меня рецидив после ракутана. Сейчас у меня появилось одно высыпание, я вам скажу так, локально раз в месяц одно максимум два высыпания у меня появляются. Ну так, если брать в общем состоянии кожи очень даже хорошее. То есть прошло время, вот многие мне писали, вот будешь сейчас принимать эти препараты системные ретиноиды, по-моему, они называются. Я почему-то все уверяли, что проблема обязательно вернется. Я пила курсом, у меня не было прям, знаете, супер глобальных проблем, но самое главное, вот эта уверенность себе у меня появилась. Я знаю, что у некоторых эта проблема возвращается, но не у меня. кто-то там говорил это от питания, вот ты будешь опять неправильно питаться, у тебя опять начнутся проблемы. Я вам открою тайну, я питаюсь неправильно. но при этом состояние кожи очень даже хорошее. Понятное дело, что вот как в инстаграме с фильтрами такое отфотошопленное лицо у вас не будет. Это понятное дело, и я это прекрасно снаю. Кое-где шелушение, покраснение, это нормально, но самое главное, я избавилась от проблемы, которая меня мучила достаточно давно, и которая просто убивала во мне уверенность в себе. Опять же говорю, обязательно эти препараты нужно начать пить после полного обследования. Нужно, чтобы их назначал врач. многие врачи их не назначают. Поэтому, просто послушав моих советов, бежать и покупать эти лекарства неправильно. многие люди почему-то недооценивают психологические проблемы человека. То есть, например, эти лекарства принесут вред здоровью человека, к примеру. А как человеку жить с этой проблемой, с постоянными комплексами? На лице потом со временем появляются рубцы. Эти рубцы потом такими шлифовками нужно убирать. Это ужас какой-то. просто лицо поджигают, можно сказать, с лазером. Глубокие пилинги всякие. У меня вовремя, точнее, я вовремя похватилась, так скажем. Поэтому у меня таких прям глобальных проблем на коже не осталось. Возможно, просто моя кожа не склонна к появлению рубцов. Конечно, есть мини какие-то неровности, но они есть у всех так. кто бы мне что ни говорил, я все равно считаю, что я не перегибаю палку ни в косметологии, не выходит за собой. такой вкусный салат. просто супер. Даже котлетки ушли на второй план. Наверное, если в салате не было бы курицы, то котлетки были бы в тему. А в таком случае, так как и здесь мясо, и тут мясо, кусочек упал. Те, кто подписаны на меня давно, те помнят меня со старыми бровями, со старыми зубами, без губы и всего остального. вы просто можете посмотреть, немножко пролистав на конец моего канала и посмотреть, насколько сильно я изменилась, изменилась ли я вообще и в какую сторону. Единственный такой момент, вот эти все манипуляции, которые я сделала с собой, мне кажется, мне прям сильно добавляют возраст. Буквально 4 года назад, мне кажется, я выгляжу где-то лет на 15 моложе. Вот это, конечно, я с вами согласна. Все это добавляет возраст. Но при всем при этом я чувствую себя сейчас намного привлекательнее, увереннее в себе, чем тогда. будешь? А вдруг он будет? На, в общем. Котлетку он, скорее всего, кушать не будет, потому что там есть лук, а лук он не любит. Ну, в общем, нет, ест! Он ест, молодец! У моего кота есть такая привычка, если ты просто дашь ему целую котлетку, он ее есть не будет. Но если ты в процессе того, как сама кушаешь, даешь ему по чуть-чуть просто, по капельке, тогда он кушать будет. Я не знаю, что это за привычка. Когда я кушаю пюре, именно картофельное пюре, он его любит и начинает попрошайничать. Но я, естественно, ему в миску кладу пару ложек, и он совершенно не ест. Я продолжаю кушать, и он с огромными глазами смотрит на меня, что дай, дай мне! Я ему прям чуть-чуть на салфетку по капельке, и вот тогда он с удовольствием кушит и просит еще добавки. Что за привычка? На этом уже я буду с вами прочаться, буду закругляться, потому что мне уже пора выходить. Я сегодня иду, как вам ранее сказала, к косметологу. Погода сегодня классная. Я, наверное, пешочком пройдусь, и как раз физкультура будет. Сожжем все калории, которые заработали на этом мукбанке. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки, обязательно переходите и смотрите рецепты. А с вами была Айка. Пока! Это значит, мои губы то. Решила сюда тоже включить эти кадры, чтобы вам было наглядно видно результат. Здесь уже мы полностью закончили с верхней губой. Всего мы использовали 0,8 грамм. Я уже 2 года не делала губы и было абсолютно не больно. А это у нас уже результат. Естественно, есть отек и губы будут значительно меньше. Ссылку на врача я вам обязательно оставлю в описании под видео. Можете перейти и подписаться.